МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Сергей Бойко. Рад приветствовать всех тех, кто собрал с этой часу экранов телевизоров и сегодня в выпуске. 5 октября в Орше состоялось рабочее совещание по выполнению поручения президента Республики Беларусь. Подвели итоги пяти лет и наметили планы на будущее. В Витебске прошла седьмая отчетно-выбранная конференция Белорусского фонда мира. Полоцкий пограничный отряд отметил 25-летие. Многие продолжают считать, что украсть легче, чем платить честно. 5 октября в Орше состоялось рабочее совещание по выполнению поручения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Обсуждали повышение эффективности работы, наведение порядка на территориях и производственных помещениях организации агросервиса. Особое внимание было уделено подготовке сельскохозяйственной техники к проведению полевых работ 2018 года, организацию ремонта и постановки на длительное хранение. Более 200 человек приняли участие в Республиканском рабочем семинаре совещания на территориях двух районов – Оршанского и Шкловского. Представители комитетов управления сельского хозяйства и продовольствия со всех областей страны и руководители предприятий по ремонту полнокомплектной техники обсудили выполнение поручений президента Беларуси Александра Лукашенко по повышению эффективности работы, наведению порядка на территориях и производственных помещениях организации агросервиса. Мы сегодня собирали те агросервисы, которые по вашей инициативе включены в план реорганизации, сервисы, которые будут оказывать полноценные услуги населения. Это 38 директоров райагросервисов мы сегодня пригласили, на которых сделана ставка по республике, и они будут выполнять эти услуги. Глава государства нам поручил, чтобы все сельскохники и агросервисы остались, ни одно не было ликвидировано. Исходя из этого поручения, мы с вами выработали стратегию, областное республиканское объединение, областные сельскохники и 38 предприятий, которые будут осуществлять полнокомплектный ремонт и все виды технического обслуживания. Техническое обслуживание ферм, тракторов, полнокомплектный ремонт и сельскохозяйственные техники и тракторов. Вот это 38 сервисов директоров мы позвали. Остальные сервисы, как сказал глава государства, должны оказать минимальные услуги, которые возможны. Это минимум запасных частей должно там быть, но должен быть токарь, кузнец, сварщик, чтобы выполнить работу, а не ехать в ближайший район, чтобы вытащить какую-то необходимую деталь или что-то более сложное сделать. Поэтому вот такие поручения. Ну и второй вопрос, который мы будем рассматривать, это именно вопрос состояния, анализ подготовки сельскохозяйственной техники. Мы сделали анализ, это весь замы, начальники отдела, замы начальника управления сельскохозяйства, кто как, именно который окружает вопросы механизации. Мы сделали анализ, что же мы планировали с вами на ремонтный период с 16-17 года, что на самом деле сделали. И потом анализ, как он отразился на ходе полевых работ. И то, что мы вам все на всех совещаниях говорим, ребята, давайте сами делать анализ, что нам мешает в агротехнические сроки посеять, в агротехнические сроки убрать корма, убрать зерновые. Я в Витебской области работаю полтора года, год и восемь месяцев. Всю жизнь отработал в Минской области. Значит, с чем встречаемся, что там, что здесь одинаково. Замена сельхозтехники, замена тракторов, замена узлов и агрегатов. На сегодняшний день, да, сельское хозяйство в целом вы очень хорошо знаете, какая техника у вас есть, но в сельском хозяйстве сегодня страшно идет недостаток сельхозтехники, недостаток тракторов, узлов и агрегатов. Значит, мы пытались сегодня, поставка через промо-агролизинг техники, Техника выходит со строя. Где-то мы сами себя ругаем, где-то ругаем производителя. Но конкретно решение надо принимать сидящим здесь и во главе с Министерством сельского хозяйства. Почему? Потому что какие решения? Решение о замене существующей техники. Обуз полком нам дал гарантию о том, что он подрассчитается за кого-то, кто не сможет рассчитаться. Почему? Потому что вы сами знаете, финансовое положение сельхозпредприятий не очень. А технику, если банки дают только платежеспособным предприятиям, то выход какой-то искать надо. Мы его так нашли. Поэтому я так думаю, что по концу года у нас где-то около тысячи единиц техники будет приобретено. Но помимо того, что мы через промо-ролизинг берем отечественную технику, мы берем направление и на импортную технику. Мы этого не боимся. И вы сами понимаете, сидящие здесь, что где-то наше хорошо, значит чужое хорошо, но временно, потому что оно забирает потом запасными частями все остальное. Но, значит, мы взяли еще направление с председателем комитета о том, чтобы жестко отслеживать гарантийный ремонт техники. Вы же понимаете, что заводы сегодня поставляют, есть нюансы, что с заводов не доходят трактора, с заводов не доходят комбайны, с заводов не доходят КВК, не доходят самим ходом даже для нас, для потребителей. Поэтому гарантийный ремонт техники на жесткий контроль, это я уже как руководитель 27 лет отработал в сельском хозяйстве, говорю, на жесткий контроль и спрашиваю гостехнадзор. Гарантийный ремонт, и тут же тогда можно предъявить какие-то претензии. Тогда можно не только претензии, а своевременно отремонтировать технику. Значит, где-то взять запасные части, а где-то создать базу ремонтную. Тогда идут навстречу эти производители техники. Поэтому и вам, значит, я попрошу вас, заострите внимание на гарантийном ремонте техники. Сразу после совещания в Большом зале исполкома участники отправились в Аршанский райагросервис. Здесь они ознакомились с организацией ремонта полнокомплектных энергонасыщенных тракторов, работой технических центров Гомсельмаш и Минского завода, а также обменного пункта и базы снабжения запчастями. Побывали в мастерских и понаблюдали за процессом ремонта техники. Два месяца назад, кроме базы снабжения, здесь ничего не было. В короткие сроки склад превратился в ремонтное предприятие. У нас в этой мастерской мы производим ремонт на жидкость машин. Это бывшее складское превышение, которое сходится с организацией переработанного ремонта на мастерскую. С левой стороны стоит отопитель, который мы отапливаем в помещение. Здесь у нас уже сейчас приступили к ремонту два звена. Одно звено по ремонту селок, второе звено по машинам подготовки почвы и кормо-уборочной техники. Помимо Оршанского агросервиса, участники совещания посетили ОАО «Александрийская» и «Шкловский райагросервис». Итогом встречи стало пленарное заседание. Участники республиканского семинара выработали комплекс мер по усилению намеченных планов, чтобы в 2018 году завершить все работы по наведению порядка на агросервисах для их первоначальной роли – ремонта и технического обслуживания сельхозтехники. Галина Башкова, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». Подвели итоги пяти лет и наметили планы на будущее. В Витебске прошла седьмая отчетно выбранная конференция Белорусского фонда мира. В прошлом году организация отметила свой 55-летний юбилей. С деятельностью объединения познакомилась Инна Шаркевич. Очередное заседание фонда прошло в здании Витебского областного объединения профсоюзов. Поучаствовать в нем прибыло 58 делегатов. Белорусский фонд мира существует уже более 55 лет. За это время организация превратилась в одну из массовых и общественных миротворческих организаций. Объединение основано еще в 1961 году. Свои усилия оно направляет на укрепление мира и согласие между людьми и народами, воплощение в жизнь идей милосердия и гуманизма. Как отметил его председатель Максим Месько, Белорусский фонд мира – единственная общественная организация, в состав правления которой входят все главы конфессий. Также руководитель подчеркнул значимость этого года для организации. Год у нас этот отчетно-выборный. Сейчас проходит во всей стране, во всех областях отчетно-выборные конференции. И в декабре месяце пройдет отчетно-выборная конференция республиканская. Соответственно, на конференции будут подводиться итоги работы Витебской области, миротворческие итоги. Будет определяться новый состав делегатов на республиканскую конференцию, выбираться новое управление на следующий период. То есть мероприятия, где будут подведены итоги и обозначены новые направления деятельности, те проекты, которые будут продолжаться, которые уже начаты, ну и выбираться новое руководство. За время работы у фонда появились свои основные программы. Доброй традицией стало проведение народной дипломатии, заботы мира через культуру. Одна из масштабных программ – дорогами сожженных деревень в период Великой Отечественной войны. Это проект Национального архива Республики Беларусь, это проект, который держит фонд мира, но деньги дает немецкая сторона. Это не государственная поддержка со стороны Германии этих людей. Это просто работают простые немцы, которые забирают деньги, и поэтому мы иногда даем по 8 человек в эти списки, иногда по 50. И вот таким образом идет процесс. За это время программа эта была распочата в 2010 году, потом деньги, наверное, немецкая сторона перестала давать, и что-то немножко прекратилось. И вот с конца того года, с 2016 года, мы работаем по этому проекту с Витебским районом. Отличительным от других областных фондов мира для Витебского объединения стало создание мемориального комплекса «Урочище пески» в Полоцке. Во время войны здесь, в немецком пересыльном лагере, уничтожили более 40 тысяч советских военнопленных. Проект реализуется с 2010 года. Очень много денег собирают, и очень активно в это во все движение включились благотворительные организации, наши коллеги из других районов. Раньше мы просто... из других областей. Раньше деньги собирала только Витебская область на этот мемориал. Сейчас пошли средства с других районов, с других областей, с приграничья, и даже из далеких Чебокскар, предсчитают деньги из России на этот мемориал. Миротворческая организация поддерживает талантливую молодежь, помогает наиболее незащищенным слоям населения, а также ветеранам войны и труда. Члены фонда участвуют в ремонте и реконструкции памятников и обелисков, могил и захоронений воинов и партизан. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «СКИФ». 25 лет несет службу по охране государственной границы Республики Беларусь Полоцкий погранотряд. Поздравить пограничников с юбилеем приехали представители руководства Государственного пограничного комитета, Витебского облсполкома, исполнительных комитетов города Новополоцка и Полоцкого, Миорского, Верхнедвинского и Бралсовского районов, представители трудовых коллективов и общественных организаций. Гостем этого праздника стала и наша съемочная группа. В день празднования 25-летия со дня образования Полоцкого пограничного отряда в управлении пограничного отряда было непривычно многолюдно. Торжество началось с открытия художественно-эстетической композиции, посвященной Герою Советского Союза, гвардии старшему лейтенанту Александру Космодемьянскому, который навечно зачислен в списке личного состава Дновского ракетного полка, на месте дислокации которого первого четверти века назад был сформирован Полоцкий пограничный отряд. Уважаемые гости, дорогие ветераны, патриотизм во всем именах являлся и является основой высокого морального духа военнослужащих граждан страны. Сегодня, в день 20-летия образования нашего пограничного отряда, открывая художественную композицию, посвященную Герою Советского Союза Александру Анатольевичу Космодемьянскому, мы вносим еще один вклад в становление связи времен и непрерывенность нашей истории. В жизни всех послевоенных поколений подвиг Александра Анатольевича Космодемьянскому служил гражданским ориентированием, образцом исполнения воинского и гражданского долга. Искренне поздравляю весь личный состав полостного пограничного отряда, ветеранов органов пограничной службы и ракетных войск стратегического назначения с открытием данного мемориала. Уверен, что он станет важной составляющей в патриотическом воспитании многих поколений пограничников, подчеркнет преемственность поколений. Субтитры создавал DimaTorzok Композиция стала символом благодарности за подвиг и свидетельством памяти подрастающих поколений. После церемонии центр празднования переместился на плац, превратившийся в нарядный зрительный зал. Первым обратился к коллегам первый заместитель председателя государственного пограничного комитета генерал-майор Игорь Буткевич. Он отметил высокий уровень организации проведения праздника и передал поздравления председателя государственного пограничного комитета генерал-майора Лапо. Уважаемые мои коллеги, пять лет я прослужил в полоцком пограничном отряде. Горжусь, что служил здесь. Я для себя это четко осознаю и понимаю, что, наверное, становление мое как руководителя состоялось именно в полоцком пограничном отряде, благодаря тем наставникам, тем учителям, тому личному составу, с кем служил с 2002 по 2007 годы. С праздником вас! Всем успехов, здоровья, вашим семьям благополучия! Спасибо! Почетный гость вручил медали за безупречную службу, грамоты, благодарности и ценные подарки, нагрудные знаки и очередные воинские звания военнослужащим. То, что сделано на базе бывшего 402 полка, это заслуживает уважения, это по быту и инфраструктуре один из лучших отрядов Республики Беларусь пограничных. Поэтому 25 лет это как раз та маленькая вешка, которая характеризует вот эту всю работу, вот эти все направления деятельности. И поверьте, не стыдно, потому что я являюсь председателем пограничной комиссии в Витебской области. И то, что делают пограничники вместе с таможенниками, две службы у нас работают на границе, стыдно не было. Первый заместитель председателя Витебского облсполкома Олег Мацкевич вручил почетные грамоты и благодарности председателя облсполкома. Слова поздравлений прозвучали также от представителей взаимодействующих служб, пограничников и сопредельных государств. У нас не должно быть сложностей. Любая сложность для нас – это развитие профессионального мастерства. Ибо служба на границе всегда считалась самой почетной службой. Ибо пограничник встречает, пограничник продолжает. А любая сложность возникающая у нас – это только путь к развитию. Праздничное настроение поддержал Оркестр воинской части и ансамбль Института пограничной службы Республики Беларусь. 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 Мы живем с тобою по мечтой красы. Верность воинскому долгу, самоотверженность и бдительность всегда отличали полоцких пограничников. Для сотен молодых людей полоцкий пограничный отряд стал началом жизненного пути и во все годы являлся кузнецей кадров для органов пограничной службы. Граница на замке. А значит, зеленая фуражка всегда будет вызывать гордость и любовь народа. Человек теперь уже не представляет свою жизнь без такого блага цивилизации, как электричество. И тем не менее, многие продолжают считать, что украсть легче, чем платить честно. А ведь, как известно, скупой платит дважды. Сотрудниками энергосбыта фериала «Борисовские электрические сети» был проведен рейд по выявлению нарушений правил электроснабжения. Проверки рейда проводятся не вслепую. Перед тем, как выйти в поле, проводится серьезный анализ. Сравниваются объемы электроэнергии, отпущенные с той или иной подстанции и фактически оплаченные. Проверяя участки, где-то разница велика, специалисты выявляют факты безучетного или бездоговорного потребления. В арсенале народных умельцев есть немало способов обмануть счетчик. Это всевозможные набросы, резкие магниты. Но вряд ли самоделкины знают, что в электросбытии давно известны способы обнаружения подобных ухищрений. А для выявления ряда технических хитростей существует специальное оборудование. Ну и главное, что нас интересует, это данные измерения. Можно посмотреть текущие. Текущие накопленные данные. Выбираем, что нас интересует. И считываем. Так, видим, что накопленная электроэнергия в 1344 кВт. Что, ну, это было то, соответственно. 1344. Мы продемонстрировали возможности современных электронных счетчиков, которые устанавливаются по программе модернизации. То есть, зная номер счетчика, мы можем, в принципе, удаленно связаться с этим счетчиком, считать необходимую информацию. То есть, попытки доступа к электросчетчику, попытки каким-то воздействия магнитом или какими-то другими внешними устройствами. Чтение данных на конец месяца, на конец суток. То есть, эти счетчики имеют встроенную память и за довольно продолжительный период времени хранят накопленную информацию. То есть, ну, произвели чтение такого счетчика и проверку абонента. Между тем, специалисты энергосбыта признают, случается, что нарушителем человек становится, даже не подозревая об этом. Например, если он приобретает дом, прежние хозяева которого поколдовали с проводкой или прибором учета. Чтобы избежать неприятностей, достаточно выполнять все требования законодательства. Сразу же переоформить документы, обратившись в электросети. Нашим специалистам будет проведено такое обследование. Если гражданин на добровольной основе нас пригласил, пригласил сразу после изменения права собственности. Конечно, тогда, ну, не амнистия, но очень лояльно будет определен подход по установлению размера ущерба. Если сам факт такого ущерба вообще, в принципе, будет обнаружен. Следить за счетчиком обязанность потребителей в случае обнаружения проблем в работе прибора учета, а также любых дефектов и повреждений, владелец должен известить об этом энергоснабжающую организацию. Законодательством Республики Беларусь энергоснабжающая организация наделена правом провести экспертизу, в том числе с привлечением сторонних организаций. Естественно, такая экспертиза не бесплатная и нужно даже сказать, что она не дешевая. Так вот, если в споре между энергоснабжающей организацией гражданин не согласен с тем, что пломбы им разжимались и пережимались вновь, то стоимость экспертизы при положительном ее заключении, при подтверждении выводов энергоснабжающей организации, возлагается к оплате на того же гражданина, который совершил это деяние, вместе с оплатой ущерба, который он нанес энергоснабжающей организации, похитив электрическую энергию. Потери – неизбежная составляющая процесса передачи электроэнергии. Их величина напрямую влияет на тариф. Технологические потери энергетики сокращают путем модернизации оборудования внедрением новых технологий. На уменьшение коммерческо-составляющих потерь направлена борьба с незаконным потреблением, как безучетным, так и бездоговорным. В квартирах и частных домах по мере замены приборового учета появляются новые электронные счетчики, которые устанавливаются взамен старых индукционных. Эти счетчики устанавливаются по принятой во всей стране программе модернизации, которая предусматривает замену приборового учета с 2016 по 2023 год. Новые электронные счетчики оснащены беспроводными интерфейсами связи, двухшунтовыми измерителями. В общем, это сложное электронное многофункциональное устройство, которое не просто считает электрическую энергию, которое, к тому же, передает данные об электропотреблении по радиоканалам непосредственно в энергоснабжающую организацию. Таким образом, в принципе, энергоснабжающая организация в режиме реального времени не может понимать, что в данный момент происходит у абонента. Не случайно в народе существует поговорка «Скупой платит дважды». Ведь штраф за неучтенную электроэнергию увеличивается в разы. С начала 2017 года по филиалу «Борисовские электрические сети» составлено 655 актов на сумму 785 тысяч динаминированных рублей. Из них на долю бытового сектора приходится 500 актов с суммой причиненного ущерба 346 тысяч рублей. То есть это больше половины актов всех составлено именно на население. Из них 118 актов с суммой ущерба более тысячи рублей, что в нединаминированных рублях составляет 10 миллионов. Сумма очень большая. Специалисты энергосбыта напоминают, несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учета несет угрозу жизни и здоровью людей, как самого нарушителя, так и окружающих. Всевозможные набросы и врезки нередко провоцируют короткие замыкания пожары, а также поражение электрическим током. Татьяна Савлеевич, Артур Дзивин, телекомпания «Скиф». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды завершит наш выпуск. Я же благодарю за внимание. Всего вам самого доброго и хороших вам новостей.